Клиента одного из столичных кафе избили за то, что он отказался оплачивать счет. Один из сотрудников заведения угрожал мужчине ножом, а девушка, которая пригласила его на ужин, отобрала у своего кавалера банковскую карту. Оказалось, что все это стало финалом хитроумной схемы по так называемому разводу мужчин, которые любят знакомиться в интернете. А девушка – одна из ключевых фигур в этой схеме. Денис Бушуев разбирался. Сложно поверить, но мужчина рассказывает про поход в кафе со своей новой знакомой. Еще сложнее поверить в то, что избивал его сотрудник заведения, а деньги отбирала девушка. После того, как клиент отказался оплатить счет. В чеке значилась сумма почти 28 тысяч рублей. После того, как 37-летний потерпевший отказался платить, у него возник конфликт с сотрудником заведения. Мужчина, угрожая ножом, ударил заявителя и забрал мобильный телефон. А девушка вытащила из кармана банковскую карту. Впоследствии с расчетного счета были списаны денежные средства. Полицейские задержали и мужчину, напавшего на потерпевшего, и девушку. Ей всего 18 лет. Но разговаривает она уже как опытная мошенница. Ставили их на определенные суммы. За что вы ставили их на какие-то суммы? Ну, потому что, когда делали заказ, получается, цены были не соответствующие, как в обычном кафе. И за счет чего администратор и, в принципе, все владельцы сетей набивали себе чеки. Выяснилось, что для задержанных это давно отработанная схема. Но сотрудник заведения до последнего не сдавался. Ну, это заведение, ну, такие цены. Я так, мне это что-то... Или он, кроме икры-то, ничего не заказывал? Не знаю. Он его спросил. Стражи порядка спросили. Потерпевший наизусть помнит все пункты выставленного ему счета. Икры, даже заморской баклажаны, там не было. Два чай на один, два сладких тортик на один этих, два кусок арбуза, два кусок в день и сыр. 27 800 рублей. Выяснилось, что знакомство в интернете для девушки было обычной работой. А последующие свидания с самого начала – лишь спектакль для доверчивых мужчин. Юная обольстительница выполняла свою роль с блеском. Приводила клиента в определенное кафе. Ела, пила, а когда приносили счет, лишь недоуменно хлопала ресницами. За все это задержанная и получала свой процент от заведения. Обычно клиенты платили. Но тут аферисты переборщили. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Полицейские выясняют причастность задержанных к аналогичным преступлениям. Денис Бушуев, Андрей Черненок, Петровка, 38.